МИРОВОЕ ВЛИЯНИЕ Вы смотрите МИРОВОЕ ВЛИЯНИЕ, я Билли Уилсон. Сегодня мы поговорим о том, как Бог приносит изменения. Я молюсь о том, чтобы всемогущий Господь Бог принес изменения в вашу жизнь. Я твердо убежден в том, что мы живем накануне одного из самых крупных духовных пробуждений в истории христианства. Господь вершит свою волю. Господь желает исполнить ее вашей и моей жизнью. Я верю в то, что мы увидим новую волну. Я уверен в том, что мы увидим проявление силы и могущества Духа в новом поколении. Социологи изучают развитие церкви и движения, наделенные силой Духа. Первой волной стало пробуждение на улице Азуса. Так появилось традиционное пятидесятничество. Харизматическое обновление началось в 60-е и в 70-е годы прошлого века. Разные церкви, включая католическую, находились под влиянием Духа, и это вторая волна. Потом пришла третья волна. Это наблюдалось в 80-х до нулевых годов. Независимые общины росли по всему миру. Они верили в силу Духа. Они верили в то, что Господь исцеляет и творит чудеса. Итак, я верю в то, что сейчас, в 20-е годы, мы находимся в преддверии четвертой волны. Новое движение Святого Духа будет мощным и грандиозным. Недавно я спросил наших студентов из университета о четвертой волне. Они ответили, что отличительной чертой четвертой волны станет единство. Христиане будут собираться вместе. Они будут едиными во имя Иисуса Христа. Я молюсь о том, чтобы вы были готовы встретить новую волну Святого Духа. Я буду учить об этом сегодня. Пожалуйста, будьте со мной. Если у вас есть просьба, или если вы хотите получить чудо от Господа, вам нужно согласиться с переменами в жизни. Зайдите на наш сайт. Вы видите ссылку на экране. Расскажите нам о вашей просьбе, адресованной Богу. Мы помолимся о вас. Святой Дух действует повсюду. Он совершал свое служение во все века. Я верю в то, что мы увидим еще больше знаков Его служения в следующие годы на Земле. Люди живут без Бога. Бог побуждает нас служить им. Откройте свое сердце в минуты просмотра этого выпуска. Станьте Божьим сосудом. Не переключайтесь. Я Дэниел Истрик. Я директор исследовательского центра «Святой Дух» в университете Орла Робертса. Он руководил и собирал эти материалы о Духе Святом 62-го года. Он хотел создать в университете особенную библиотеку о Святом Духе. Лидеры начали исследовать источники пятидесятников и харизматов по всему миру. Почему собрание книг находится в центре университета? Мы хотим обратить ваше внимание на дела Бога в нашем времени. Загляните в историю. Вы узнаете, что делал Дух в прошлом. Эта книга была выпущена в 1894 году. Автор говорит о том, что Святой Дух трудится все время. Это было еще до пятидесятников. Дух совершал волю Бога в Англии и США. Святой Дух готовил людей к тому, что произошло в 20 веке. У нас есть интересные материалы о ранних пятидесятниках. Есть материалы об улице Азуса. У нас есть книги о Смите Вигглсворце. Это его книга «Бесконечно растущая вера». Есть материалы по динаминациям. Это книга Эмми Макферсон. Эта яркая благовестница начала одну из самых больших церквей. Десять тысяч человек посещали ее. Эмми служила не только исцеляя и творя чудеса. Вот снимок с костылями. Также Эмми ежедневно кормила сотни тысяч людей. Поговорим о братьях. Бог начал новое движение в 20 веке. Исцеляющий евангелист проводил большие собрания благовестия. Служители звали Орл Робертс. Также стоит упомянуть Брэнхэма и Тиэлл Осборна. Они проповедовали об Иисусе и исцеляли людей. Мы располагаем журналами и другими документами, которые говорят о фактах той эпохи. Бог начал новое движение в середине 20 века. Это снимок 1972 года. Собрание у Нотр-Дама. Здесь Святой Дух Бога излился на католических харизматов. Они поклонялись вместе. Это было огромное собрание. Теперь вы знаете о деяниях Духа в динаминациях. Мы документируем эти факты последние полвека. Мы храним эти свидетельства в университете. Бог послал брата Робертса учредить университет. Святой Дух основал его. Наш исследовательский центр указывает направление христианам всей планеты. Если хотите узнать о Святом Духе, то добро пожаловать в наш университет. Сегодня мы поговорим об изменениях. Бог приносит их в мир. Книга Захарии, 2 глава, 13 стих. Итак, мы прочтем из книги Захарии. «Да молчит всякая плоть пред лицом Господа, ибо он поднимается от святого жилища своего». Откройте Деяние 3.19. «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи вашим, да придут времена отрады от Господа». Всемогущий Бог всегда совершал свои дела в истории. Библия говорит о том, что наша земля была пустынна, и Святой Дух веял над поверхностью бездны. Бог Отец отдал указания Духу. Дух принес на землю то, что Отец повелел ему. Господь трудился всегда. Однако были времена в истории, когда Бог совершал больше своих чудесных дел на земле. Я верю в то, что мы живем во время, когда Бог совершает больше своих чудес. Когда Бог совершает больше своих чудесных дел на земле, то Он изменяет что-то. Господь преображает происходящие процессы. Господь переводит эти процессы из одной стадии в другую. Я верю в то, что мы являемся свидетелями поразительных изменений в мире. И сегодня мы поговорим об этих переменах. Давайте исследуем одно из самых примечательных духовных преобразований в истории Библии. Это изменение происходит во времена Нового Завета. Оно находится в Евангелии, написанном Матфеем. 400 лет разделяют времена Малахии от эпохи сборщика налогов по имени Матфей. Господь молчал все эти годы. Это подтверждено источниками хананеев. Сейчас Бог отвечает на молитвы и служит людям. Он исцеляет больных. Он воплощает свою волю на земле. Мы видим в святом благовествование то, как этот процесс набирает обороты. Господь Бог начинает менять порядок вещей. Я исследовал данные изменения в Ветхом и в Новом Завете. Я исследовал все данные от дней Ветхого Завета до дней Завета Нового. Я сделал это для того, чтобы понять принципы, которые действуют, когда Бог что-то меняет. Я сделал это потому, что я верю в то, что Господь Бог принесет изменения в наше поколение. Давайте извлечем уроки из самых решающих преобразований, которые произошли в одни жизни Иоанна Крестителя. Мы коснемся служения Иисуса Христа. В те дни произошла перемена парадигмы. Вот определение этого выражения. Это важное преобразование, которое происходит, когда привычный образ мысли и действий сменяется новым. Он сменяется чем-то новым. Прошлое поколение видело политические смены парадигмы. Оно видело технологические и социологические смены парадигмы. Итак, общество стало смотреть на жизнь совершенно по-другому. Я верю в то, что мы живем во время перемены парадигмы по всей нашей планете. Парадигма меняется и в движении людей, исполненных Святым Духом и силой Бога по всему миру. Что же произошло в период между служением Малахии и событиями, описанными Матфеем в Евангелии? Давайте узнаем о современных событиях. Мы с вами переживаем сверхъестественные изменения. Во-первых, когда Господь Бог приносит перемены, Он посещает людей и изменяет их судьбы. Мы прочли стихи из Матфея и Луки и увидели, что Бог начал совершать новые чудеса в жизни людей. Захарий был священником. Он стоял на святом месте перед Богом. Бог посетил его, послав ангела Гавриила к нему. Гавриил сказал, «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. Твой сын Иоанн станет небесным посланником. Твой сын Иоанн будет служить Божьему царству. Твой сын Иоанн приготовит путь для Мессии». Это удивило Захарию. Сразу после этого ангел пришел к девушке, молодой деве по имени Мария. Гавриил сказал ей, «У тебя родится младенец Христос в этот мир. Тебя будут считать самой благословенной из женщин на свете». Эти новые посещения с небес происходят перед тем, как Бог приносит перемены. Как мы можем узнать о Божьих изменениях? Бог посещает людей. Господь изменяет их жизни. Бог действовал и приходил к разным людям. Он менял их жизни. Господь переводит меня из одного служения в другое. Он задает мне новое направление, и я оставляю предыдущее направление. Его новый приход приносит радость. Новый приход Господа пробуждает нас духовно и приносит нам радость. Новый приход готовит нас к будущим преобразованием от Бога в нашей жизни. Вы хотите перемен? Вы застряли и не можете сдвинуться с места? Я молюсь о том, чтобы Бог посетил вас особенным образом. А вот что происходит тогда, когда Бог приносит перемены. Мы принимаем новое от Господа. Он открывает свои замыслы. Господь посетил Захарию, когда тот служил в храме. Он открыл ему о том, что его Елизавета родит сына. Захария был поражен до глубины души. Он не верил в это. Захария не поверил Божьему посланцу. Поэтому ангел ответил ему, «Ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как твой сын родится». Захария вышел из святого места потрясенный. Иудеи увидели его. Он не смог говорить. Он попытался объяснить о том, что было. Он повел себя вот так. Он пытался сказать, «Бог посетил меня. Я увидел ангела на святом месте». Когда Господь Бог приходит к Захарии, то этот священник видит новые возможности от Творца. Девять месяцев спустя его жена Елизавета родила ребенка. Они должны были дать имя мальчику. Итак, Захария не мог разговаривать все это время. Когда они принесли ребенка, чтобы обрезать его и дать мальчику имя, то все собравшиеся подумали, что отец назовет ребенка Захария-младшим. Елизавета сказала, «Мы назовем его Иоанном». Люди не согласились с ней. Они пошли к Захарии, он был нем. Они дали ему дощечку и спросили, «Отец, как ты назовешь своего сына?» Они уже обрадовались, что священник назовет сына Захария-младшим. Однако священник написал на дощечке следующие слова. Имя ему Иоанн. Это важно. Когда Захария объявил о том, что Бог велел ему сделать, именно тогда он заговорил снова. Когда он записал на дощечке, тот дар речи вернулся к Захарии, и он начал говорить. Он принял новое от Господа. Он поверил в то, что Бог будет делать в новом поколении. Поэтому дар речи вернулся к Захарии. Хочу сказать вам то, что не терпит отлагательства. Если мы хотим повлиять на новое поколение, то нам нужно поверить в то, что Бог делает среди них. Церковь не способна влиять на новое поколение во многом, потому что мы застряли в прошлом. Мы думаем, что Бог будет действовать на них так, как на нас в прошлом. Бог не действует в этом случае так, как Он действовал ранее. Захария отдал своего сыночка старцам и потребовал дать ему другое имя. Назовите его Иоанном. Захария согласился с Господом, поэтому дар речи вернулся к отцу Иоанна Крестителя. Я верю в то, что мы будем влиять на это поколение тогда, когда мы согласимся принять то, что Всевышний Бог делает в жизни молодых людей в эти дни. Он делает что-то новое для них. Я Тодд Джонсон. Я являюсь со-руководителем Центра изучения мирового христианства в теологической семинарии Гордон Корнуэлл. Есть время в истории, когда нам нужно обратить внимание на то, что Господь Бог делает по всему миру. Оно пришло. Это поистине неповторимое время в нашей истории. Люди со всех концов мира участвуют в глобальном провозглашении Евангелия Господа Иисуса Христа. Сейчас Господь приносит перемены, в которые вовлечены почти все христиане. Пробуждение наблюдалось в Европе сто лет назад. Сейчас ситуация в этом вопросе изменилась. В настоящее время подавляющее большинство христиан проживает в Африке, Азии, Латинской Америке и Океании. Несколько лет назад мы провели исследование. 87% мусульман, индуистов и буддистов никогда не были знакомы с представителями христианской веры. Но есть и хорошая новость. Христианство развивается в ряде регионов, где живут представители этих религий. Есть и другой фактор. Люди переезжают. Сейчас мусульман, индуистов и буддистов можно встретить в любом государстве планеты. Мы надеемся на то, что христиане, исполненные Святого Духа, возьмут инициативу в свои руки. Мы верим, что даже христиане США и Европы начнут строить отношения с этими людьми. Это будет происходить по всему миру. Это будет происходить на глобальном саммите. Перемена приходит к нам. Господь Бог приходит к нам опять. Бог желает, чтобы мы открыли свои сердца для Него. Я верю в то, что если мы откроем сердце для нового поколения, то тогда мы увидим исполнение Божьей воли в этом веке. Мы увидим это. Сегодня чудесный день. Бог взращивает новое поколение. Все будущее христианства, исполненного Святого Духа, зависит от них. Мы являемся духовными отцами и матерями. Мы должны принять и поверить в то, что Святой Дух делает в них, даже если это непривычно. Иоанн Креститель носил одежду из верблюжьего волоса и ел саранчу и дикий мед. Этот человек был весьма самобытным и странным на вид. Но Бог действовал через него. Бог потребовал от его родителей и общества принять то, что он делал в новом поколении. Мы, Центр изучения мирового христианства, семинарии Гордон Корновл, провели совместное исследование о движении людей, исполненных Духом. Мировое движение выросло до огромных размеров за последние годы. В 1945-м в мире проживало 16 миллионов человек, исполненных или укрепленных Святым Духом. Через 30 лет их стало 96 миллионов. К 2000-му году во всем мире проживало уже 530 миллионов христиан. В настоящее время количество христиан, наполненных силой Святого Духа, составляет 650 миллионов во всем мире. Мы предлагаем вам статистику о странах, которые испытали влияние Святого Духа. С 1975 по 2000 год мы видим стремительный рост числа пятидесятников. Мы видим спад роста за последние два десятилетия. Я верю в то, что нашему движению требуются свежие перемены от Господа. Мы нуждаемся в свежих переменах от Святого Духа. Церковь, открой сердце для нового поколения. Я верю в то, что Бог приносит перемены в наше поколение. Господь посещает нас опять. Господь Бог просит нас принять новое видение от Него. Я верю, что есть третья составляющая, которая важна для нас. Бог приносит перемены. Люди принимают Христа. Петр проповедовал в день Пятидесятницы и сказал «Покайтесь, и тогда вы увидите радостные дни и обновитесь своим духом». Человек получил исцеление возле прекрасных ворот. Петр проповедовал верующим в Иерусалиме. Он сказал «Обратитесь к Богу и увидите радостные дни». Искреннее раскаяние людей предшествовало и сопровождало все грандиозные Божьи пробуждения и великие перемены в истории христианства. Раскаяние очень важно. Франк Бартлеман, историк пробуждения на улице Азуса, сказал «Глубина нашего покаяния определит глубину нашего пробуждения». Покаяние — это глубокое сожаление, за которым следуют коренные перемены. Это перемена образа жизни. Если мы хотим увидеть изменения, посылаемые Господом Богом на землю, в наше поколение, тогда нам с вами нужно искренне покаяться. Возможно, Бог призывает вас покаяться сейчас. Покайтесь за то, что вы обиделись, разозлились, начали ненавидеть людей. Пожалуйста, раскаитесь и оставьте свой грех. Начните думать правильно. Всевышний подарит вам радостные дни. Святой Дух прольется на нас, как дождь в нашем веке. Нам нужно покаяться перед Богом для того, чтобы это произошло. Только те, кто покаялся и имел сокрушенное сердце, приняли Иисуса и Его служение. Они поняли то, что им нужна помощь с небес. Вот четвертый процесс, который происходит, когда Бог приносит перемены. Это новое служение Духа. Я напомню вам все пункты. Новое посещение Бога. Люди принимают новое от Бога. Люди принимают Христа и новое служение Бога. Бог совершал нечто новое во время служения Иоанна Крестителя перед приходом Иисуса Христа. Люди говорили, «Я еще не видел такого служения. Я еще не видел, чтобы Господь Бог делал такое в прошлом». Все так и было. Такие вещи происходят всегда, когда Бог приносит перемены. Ангел приходит к девушке Марии. Святой Дух сходит на Иисуса в форме голубя. Господь действует необычно и творит чудеса тогда, когда Он приносит перемены. Я верю в то, что Святой Дух желает действовать по-новому в нашем поколении. Он желает принести перемены. Есть много христиан, которые боятся движения Духа. Мы не знаем того, что Святой Дух желает совершить. Не бойтесь исследовать новое. Не бойтесь принять то, что Святой Дух желает сделать ваше из жизни или по местной общине. Если Господь приносит перемены, то вы станете свидетелем изменений, которые вы еще никогда не видели. Когда Господь Бог совершает свои замыслы и приносит коренные изменения на землю, тогда Он творит что-то новое и свежее. Наш Творец обещает сделать это сейчас и принести перемены. Итак, когда Бог действует и приносит перемены согласно Своему замыслу, мы видим новые посещения Бога. Мы видим то, как люди принимают новое от Бога и каются. Мы видим новое служение Святого Духа. Пятый пункт. Это самое важное в данном списке. Мы видим, как Иисус Христос открывается людям. Прочитайте из Евангелия от Иоанна 1 главы. На другой день видит Иоанн, идущего к Нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на Себя грех мира». Бог приносил перемены в период между служением Малахии и Матфея. Поэтому люди смогли узреть и Иисус, Иоанн. Он сын живого Бога. Иоанн Креститель сказал, «Вот агнец Божий, который берет на Себя грех мира». Сверхъестественные изменения приходят с небес. Каждое мгновение, когда Бог приносит перемены и направляет их в новое русло, помогают нам увидеть Иисуса. Он дает нам свежие откровения о Себе. Поэтому мы начинаем познавать драгоценного Спасителя более глубоко. Бог организует большие пробуждения. Мы изучаем прошлое пробуждения, видим перемены, которые Бог принес через людей. Сотни тысяч жителей британского Уэльса обратились к Господу в течение нескольких месяцев. Бог изливал своего духа в невиданных масштабах сто лет назад. Что послужило катализатором Божьего пробуждения? Что стало импульсом? Прихожане церкви Уэльса проводили молитвенное собрание. Одна из прихожанок встала и сказала, «Я люблю Господа Иисуса всем моим сердцем». Обратите внимание на это. Искренность и глубина откровения о любви Бога стала искрой, которая разожгла огонь пробуждения. Происходило много событий. Люди молились для того, чтобы пробуждение пришло. Эван Робертс получил видение. Бог посетил его. Однако пробуждение Уэльса началось с личного откровения сестры Флори Эванс об Иисусе. Вы нуждаетесь в свежем откровении. Вы нуждаетесь в свежем откровении о Господе Иисусе. Вам нужны внутренние перемены. Вы нуждаетесь в новом соприкосновении с Иисусом. У вас никогда не было этого. Когда это произойдет, тогда Бог изменит ваши условия. Господь изменит ситуацию, в которой вы оказались. Я верю всем сердцем в то, что мы увидим важные изменения в судьбе людей. Мы нуждаемся в новых посещениях Бога, чтобы это произошло. Откройте сердце для молодежи и для Божьего служения среди них. Нам нужно каяться опять. Мы нуждаемся в новом движении Духа. Если мы сделаем это, то Иисус Христос откроется нам еще больше. Я молюсь о том, чтобы вы пережили новые изменения от Бога в своей жизни. Святой Дух совершит перемены в эти 10 лет обязательно. Как повезло современникам Иисуса, они увидели его рождение. Господь совершил много чудес и знамений в те годы. Премудрый Творец упразднил старый порядок. Он установил новый порядок после этого. Вы знаете, я очень рад тому, что сейчас живу в это время. Я верю в то, что мы живем в эпоху важных Божьих преобразований. Идет новое поколение. Оно изменит этот мир безвозвратно. Я горжусь им. Божья рука на них. Я хочу поддерживать их. Также я хочу принять то, что Бог будет делать в их жизни. Я хочу, чтобы они прислушивались ко мне. Я хочу помогать им и ободрять их. Возможно, в вашей семье есть молодой человек, который нуждается в молитве. Возможно, вы сами нуждаетесь в коренных жизненных переменах в это время. Зайдите на наш сайт. Вот ссылка на него. Расскажите нам о себе и оставьте просьбу о молитве. Сайт называется worldimpact.tv. «Мы помолимся о вас, и Господь будет служить вам». Великий Господь воплощает свои замыслы в эти удивительные дни. Все меняется в этом грешном мире, который погибает. Все меняется в мире, который лишился рассудка. Святой Божий Дух совершает дело Отца. Святой Дух хочет исполнить волю Отца в вашем доме и в вашем сердце. Зайдите на сайт. Мы помолимся о вас. Мы желаем, чтобы Святой Дух был обильно излит на вас. Пусть Бог прольет на вас дождь обновления, когда вы сокрушитесь перед Ним. Спасибо за то, что смотрели «Мировое влияние». Мы говорили о новых переменах, которые приносит Святой Дух в 21 веке. Вы смотрели программу «Мировое влияние» с доктором Билли Улсоном, президентом Университета Орл Робертса. Наш университет гордится тем, что поддерживает движение Духа по всему миру. Исполненный силой. Определение словаря, принявший власть, смелый и вдохновенный. В университете Орл Робертса мы обучаем поколение вдохновенных духом лидеров, мужчин и женщин, с более чем ста стран, готовых производить перемены. И это работает. Журнал Forbes назвал наш университет «один из лучших университетов Америки». Princeton Review назвал его «лучший на Западе». Согласно Times Higher Education и Wall Street Journal, университет Орл Робертса на 12-м месте по вовлеченности студентов. The Daily Beast назвал его одним из пяти самых здоровых университетов. На канале Travel Channel наш университетский городок назвали чудесным. Если вы настроены сделать в вашей жизни что-то значительное, присоединяйтесь к нашему вдохновенному Богом всемирному сообществу. Мы здесь не строим мелких планов. И вам тоже не стоит. Мы обучаем целостных лидеров для всего мира. Это наша судьба, а возможно и ваша. Вы задаетесь вопросом, ваше предназначение того стоит или нет? Но все дело в том, что вы готовы делать для осуществления вашей мечты. Может, у вас пока еще нет мечты, но правда в том, что у вас есть предназначение. И ваша задача его воплотить. И мы поможем вам в этом. Forbes назвал нас одним из лучших колледжей Америки. US News и World Report — одним из лучших университетов с ценностями. Princeton Review — лучший на Западе. Huffington Post — один из самых дружелюбных университетов в стране. Студенты из более чем ста стран считают наш университет домом. Но как это связано с предназначением? Выбор колледжа отразится на всей вашей жизни. Мы взращиваем исполненных духом целостных лидеров для всего мира. Начните строить свое будущее с нами. Мы не строим маленьких планов и вам не советуем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok